YouTube-канал «Познавательная аудиокниги с иллюстрациями» представляет Выиграть жизнь Виталий Сундаков Приглашаем наших читателей в увлекательный мир путешествий, инициации, тайн, загадочную страну приключений, где вашими спутниками будут древние знания и современные открытия. Виталий Сундаков, первый иностранец, прошедший посвящение выиграть жизнь в племени Уичоли и ставший внуком вождя Дона Аполлония Карилья, прототипа Дона Хуана. Автор книги раскрывает как очевидец и посвященный то, о чем Кастанеда лишь догадывался, синтезируя как этнолог и исследователь древние обряды притуалы в жизни современных индейских племен. Вы также встретитесь с первобытными племенами, затерянными в джунглях Амазонии и в горах Ирианджей, побываете в безжизненных пустынях и таинственных Гималаях, монастырях и храмах Бирмы, Бутана, Египта, Филиппин и так далее. Вы сможете вместе с автором заглянуть внутрь мира, его разнообразие и едва уловимые тайны. Книга проиллюстрирована рисунками и фотографией из личного архива Виталия Сундакова, рассчитана на самый широкий круг читателей. Посвящается моей маме Тамаре Петровне, а также, всем мамам чрезмерно увлеченных жизнью сыновей. Мамы, простите нас, уделяющих вам преступно мало своего внимания, заботы, тепла, любви, жизни. Содержание Виталий Сундаков Путешествие в путешествие Профессия, ходить по планете Путешествие длиною в жизнь Спроси, я отвечу Диагноз Свобода приходит на Гая Нечто целое Родина По секрету всему свету О, т, д Ох, ну Я не люблю Подводный поиск ведет Садко Путешествие в прошлое Индонезия Там, где кончается планета Земля дракона Край дикарей, или страна Святого Лазаря Записки на пальмовых листах Живые дикари и мертвые инопланетяне Школы выживания Осторожно, взрослые Человек, шествующий по пути Экспедиция за словом Сочинение на заданную тему Страшная история Так и мед, черная земля Дождь Монолог в храме Жена Путешествие в мир абсолютной магии Утро Жили, били Несъедобный Сундаков Анекдоты и байки о Сундакове Стать и быть человеком Где мы с вами виделись Фрагмент из публичной лекции Виталия Сундакова в Школе Выживания Чем сердце успокоится Пассажирский билет От автора Молитва путешествующих Если вы хотите, чтобы канал развивался И рождались новые познавательные аудиокниги Обязательно подпишитесь на мой канал Познавательные аудиокниги с иллюстрациями Сергей Ключников Кто из нас в детстве не мечтал стать отважным путешественником Чтобы однажды, вступив на неизведанные земли Рассказать затем соотечественникам об открытых тобой таинственных племенах Живущих в непроходимых джунглях и о своих удивительных, полных романтики и рископриключениях Так уж случилось, что российским символом приключений стал Виталий Сундаков Для России эта фигура номер один в мире путешествий, по сей день продолжают утверждать прессы и телевидение Оправданно и постоянно держа под своим прицелом его похождения на планете, журналисты добрый десяток лет будто изощряются в изобретении все новых и новых эпитетов Сундакова Человек-глобус, человек-вездеход, советский Рэмбо, бродячий академик, несъедобный Сундаков, московский Индиана Джонс, профессиональный авантюрист, последний романтик, проповедник в джинсах там где никто Строки биографии первого профессионального путешественника читаются как фрагменты приключенческого романа Количество же званий, профессии экзотических подвигов Сундакова заставляет подозревать в нем долгожителя, перешагнувшего столетний рубеж Судите сами, Сундаков Российский лидер по организации и проведению отечественных и зарубежных научно-исследовательских, экстремальных и авантюрных экспедиций в труднодоступные регионы планеты Президент Фонда русских экспедиций и путешествий Основатель Российской школы выживания Президент Транснациональной ассоциации школ выживания Виталис Действительный член Русского географического общества, эксперт по колыбельным цивилизациям Действительный член Академии проблем сохранения жизни Россия Действительный член Международного центра духовного, нравственного и физического возрождения Франция Инструктор по рукопашному бою, подводному плаванию, водитель-испытатель, журналист, педагог и прочее и прочее Свыше тысячи публикаций о Сундакове в газетах и журналах Самые высокорейтинговые передачи и информационные программы с его участием выходят на всех каналах телевидения С одинаковым интересом они транслируются как зарубежными информационными службами, так и кабельными сетями России Если несанкционированные родителями путешествия 12-летнего детальки Сундакова заканчивались для него очередным приводом в детскую комнату милиции и служили предметом недоумения и дискуссий на школьных педсоветах, то его сегодняшние экспедиции зачастую проходят под патронажем глав государств, религиозных конфессий и влиятельных гуманитарных организаций Однако публикации о нем выходят все с теми же вопросительными знаками в заголовках Что заставляет Сундакова спускаться ночью в жерло действующего вулкана, проводить не одни сутки в обесточенном лифте, не имея глотка воды, путешествовать по стране и за рубежью, то без снаряжения и карт, то без денег и переводчиков Что влечет его во все эти джунгли, пещеры, пустыни, море, аномальные зоны и древние подземелья Неужели только жажды острых ощущений? Сундаков уверяет Желание преодолеть, увидеть, понять и рассказать другим Как рассказчика его выгодно отличает способность увлекательно передавать впечатления о своих путешествиях в публикациях, телевизионных программах и на регулярных выступлениях в различных аудиториях Своими статьями, докладами, телеинтервью, а главное, конечно, приключениями Виталий Сундаков привлек внимание миллионов читателей, слушателей и зрителей Из дневника Виталия Сундакова Вряд ли кто-то еще кроме меня на этой планете сможет в течение полугода стать первым иноземцем, вступившим на территории обнаруженных им на противоположных сторонах планеты разных сообществ Вряд ли кто-то еще захотел бы столь часто менять одеяния, страны, климат, пищу, часовые пояса, эпохи и даже звезды над головой Кто сегодня, кроме беспробудного пьяницы или сумасшедшего, в первое мгновение после своего пробуждения пугается от того, что не может мгновенно вспомнить, в какой стране он сейчас находится Я часто даже не предполагаю, кто станет завтра моим проводником или экспертом, собеседником или другом, врагом или радушным хозяином Вождь или чиновник, принц или бандит, монах или проститутка, царственная особа или бомж, священник или колдун Его экспедиции, в которых опасность и риск, необходимые атрибуты, достойно продолжают летопись славы географических подвигов России, открывая миру иные грани человеческого бытия Сундакова спрашивают Вы проповедуете безопасный стиль жизни, переживая каждую нелепую смерть и бездарную жизнь, а сами вытворяете над собой изощренные эксперименты Чем и как объясним этот парадокс? Что это? Вызов? Безрассудство? Бесстрашие? Я неисправимый трусишка, отвечает Виталий, но пройденная опасность безопасна, и чем больше опасностей я оставлю за спиной А если серьезно, чем больше людей я от опасностей предостерегу, тем безопасней будет моя последующая жизнь Любая мечта может быть осуществлена Сундаков просто сделал свои детские мечты реальностью Сменив карьеру столичного журналиста на профессиональный риск специалиста по безопасности и выживанию, а затем пройдя путь от любителя приключений до профессионального путешественника, сегодня он открывает для нас оазис из затерянных культур Каждая его экспедиция, это путешествие в мир, в котором существуют реальные ценности, и счастье не содержит синтетических добавок Мир, который он строит и в котором живет, ясен и понятен любому, и поэтому он так привлекателен для всех Виталий, предлагает каждому, кто соприкасается с этим миром, универсальные ключи, используя которые, человек начинает строить жизнь, наполняя ее осознанным пониманием счастья Сундаков учит предвидеть любую ситуацию, но сам при этом умудряется оставаться непредсказуемым, и как порой кажется, даже для самого себя Иначе, как вы охарактеризуете подростка, который, например, учась в седьмом классе сдал экзамены за восьмой и перешел в девятый только потому, что директор школы однажды при всех обозвал его неучим Зато весь девятый Сундаков объезжал в ближайшем совхозе лошадей, дабы остаться на второй год и вновь учиться со своими бывшими одноклассниками Или был бы вам абсолютно понятен мальчишка, который в перерывах между драками со сверстниками и нашествиями на соседские сады писал стихи и занимался в музыкальной школе по классу флейты Тайком от сверстников, не уважавших эти увлечения Что это, типичное поведение подростка Тогда, может быть, вы беретесь объяснить поведение уже молодого человека, который, будучи в детстве полтора года воспитанником полка, призвавшись на срочную службу в армию, пишет рапорт главкому с просьбой призвать его еще и в пловсостав военно-морского флота Даже там, отслужив достойно О чем свидетельствуют звания и воинские награды, положенные три года, Сундаков умудрился сменить за время службы два флота и три корабля Уже будучи гораздо взрослее, пройдя путь от корреспондента заводской многотиражки до научного редактора столичного журнала, Виталий с легкостью расстается с журналистской карьерой, едва появилась возможность создать школу для всех, первую в СССР школу выживания и безопасности Едва он отвоевал эту возможность, как структуры с аналогичным названием вскоре обвально стали появляться во всех краях и областях, а одноименное название рубрики прочно укоренилось почти в каждом общественно-популярном издании Стоило ему придумать и провести для детей Робинзонаду, как и это начинание выросло в популярное движение Он первым однажды назвался профессиональным путешественником, а значит, появилась такая профессия Благодаря нему, даже слово «авантюрист», наконец перестав ассоциироваться с понятием «аферист», приобрело свой исконный смысл и также заиграло в названиях рубрик многочисленных газет и журналов Подобные явления сопутствуют Сундакову на протяжении всей его жизни, но ему по-прежнему удается оставаться в стороне от того, что мы называли еще недавно активной общественной жизнью Самое интересное, новые встречи, самое дорогое, старые друзья Что же касается дружбы Его жилище, где бы оно ни находилось, редко бывает без гостей Здесь можно встретить в течение дня православного священнослужителя и легендарного спортсмена, популярную актрису и космонавта, буддийского ламу, каскадера, профессионального спасателя, педантичного ученого и генерала спецназа, а то и целую делегацию школьников, победителей всероссийских географических олимпиад Этот дом, где на столе всегда неизменно чай, где можно вести серьезные философские споры, мечтать и фантазировать, а можно весь вечер молчать, отдыхая от городской суеты, разглядывая экзотические экспонаты, привезенные Виталием из многочисленных путешествий Здесь тесно вещам и людям, но всегда есть место рождающимся прямо на глазах захватывающим идеям, планам головокружительных приключений, мечтам и мыслям, словом, жизни, той самой прекрасной и удивительной, которую так воспевает Сундаков Из дневника Виталия Сундакова Все люди, которых я встречал Добрые и коварные, ничтожно великие и величественно безвестные, исполняющие в постановке моей жизни роли друзей, врагов и прохожих, удивительные уже в своем различии, живущие по разным законам и обходящиеся без них, носящие разные одежды и не нуждающиеся в них вовсе С разным разрезом глаз и цветом кожи, моралью и мировоззрением, осознанно или нечаянно становятся моими мудрыми учителями Горячие пустыни и дремучие джунгли, величественные просторы океанов и бескрайние степи, звенящая тундра, холодное коварство гор и липкое безмолвие пещер, эти лики природы вселяют в меня веру в свои возможности, становясь на пути к новым знаниям взыскательными экзаменаторами Одновременно возрождая в душе красочный мир детства и острую жажду полнокровной жизни Сундаков закончил пять средних и высших учебных заведений и имеет в своем активе два десятка профессий, поражая многомерностью интересов, дел и устремлений Он будто знает какую-то тайну управления временем, умея без суеты наполнять его массой нужных и интересных для всех дел, а главное окрашивать все это высоким смыслом, азартом, романтиком Он дружит со временем, и оно платит ему той же монетой Когда и как ты все это успеваешь? Вопрос, который чаще других задают Виталию друзья и журналисты Впрочем, так и должно быть, ведь путешествуя во времени, нельзя не знать его законов Слушать Виталия можно часами, и единственное о чем сожалеешь, общаясь с ним так это о том, что удивительного рассказчика вместе с тобой не слушают и близкие тебе люди Пересказать же все то, чем наполнена его жизнь, почти невозможно Теряется ощущение полета, личного присутствия и соучастия в его авантюрных приключениях Исторические параллели и меткие наблюдения, актуальные примеры и философские метафоры, юмор и эзотерические формулы превращают каждый его рассказ в своеобразное произведение искусства, рисуя в душе красочный мир детства, вселяя в слушателя оптимизм и жизнерадостность Почему ты не напишешь книгу об этом Книгу о себе Ехидна спрашивает он Завтра же брошу все и начну писать первый том о себе любимом Зная Сандакова, уныло констатируешь факт Такой книги не будет А впрочем, почему не будет, если его окружают многочисленные друзья и признательные ученики, коллеги и даже поклонники Почему бы им не сломать отвратительную традицию, признание заслуг после смерти, и не сделать то, что будет нужным и интересным уже сегодня для нашей страны Решили и сделали книгу, которую вы сейчас держите в руках Это не рассказы журналистов об экспедициях Сандакова, не научные материалы исследователя, а лишь фрагменты из личных дневников и архивов путешественника Где дневниковые записи, откровения и стихи Виталия, которые он сам называет нагло зарифмовавшейся прозой, сотканы в причудливую вязь Жизнь эта расписана по рубрикам приключения и путешествия и так далее, порою даже друзья и родственники лишь из газет узнают об очередном проекте или вояжа Сандакова Статьи, интервью, репортажи, очерки, короткие сообщения о нем Мы взяли фрагменты из некоторых, искусственно объединив их в главы, движимые единственной целью, показать разного Сандакова Что является главным для вас в вашей деятельности? Спросил как-то Сандакова зарубежный тележурналист Виталий ответил У меня есть семья, друзья, единомышленники и дело, которое мне по душе, в результатах которого нуждаются другие А это, в свою очередь, означает, что моя жизнь имеет смысл и Только начинается Жаловаться и сетовать на трудности жизни могут только те, кто не осознает, что жизнь хороша уже в силу того, что она так быстротечна, говорит Виталий У каждой истории есть свой финал У этой его не будет Пока Сандаков снаряжает новые экспедиции и выходит к слушателям своей школы, снова и снова опровергая невозможное, своими поступками и самим содержанием своей жизни На счету Сандакова более 40 экспедиций Среди них сенсационные То он стал духовным внуком верховного жреца индейцев, магов Уичулей, то воином первобытно-общинного племени в океане, то паломником-монахом неисследованной части Тибета, то Робинзоном на необитаемых островах северных морей А ведь еще есть экспедиции, о которых знают лишь самые близкие ему люди Пресс-конференции Сандакова, проводимые да и после его путешествий, собирают рекордное число журналистов И это объяснимо Любой проект этого человека обречен на интерес и соответственно на самое широкое и многожанровое освещение Да и еще, конечно, слухи Кто-то якобы встречает Сандакова в коридорах Кремля, кто-то видит его в обществе криминальных авторитетов, кто-то обнаруживает его на полигонах спецеподразделений в Центре подготовки космонавтов Не склонные к мистификации люди утверждают, например, что в результате предложенного Сандаковым эксперимента, они видели его в одно и то же время, одновременно в трех разных странах Думайте, что хотите Берусь лишь утверждать, что он может подолгу о чем-то говорить с ветеранами и пенсионерами в Смоленске, с малышней в Орленке и в Артеке, со студентами в Хабаровске, Тюмени, Томске и даже с бомжами на московских вокзалах Да, еще многие видели и то, как просто по-дружески, обменивается он рукопожатиями при случайных встречах с абсолютно разными непримиримыми высокопоставленными политиками и ревнивыми звездами шоу-бизнеса Зарубежные послы уговаривают его сменить гражданство Ему дарят подарки короли, президенты и незнакомые люди передают ценные экспонаты для его Пока не существующего полноценного музея Ему пишут письма заключенные и дети, таежные охотники и многочисленные фэны Рекорд, полторы тысячи писем в день Говорят еще, что он неоднократно встречал и даже заснял свои контакты с НЛО, что он спит только днем, знает язык животных и растений, что его дом в лесу полон разных зверей, а люди с темными мыслями не могут в нем находиться Почему популярный писатель-фантаст Василий Головачев в целом ряде своих романов сделал Сундакова прообразом своих главных героев, а молодые дамы инкриминируют Сундакову отцовство своих детей, понять можно Однако почему пожилые женщины объявляют о своем материнстве по отношению к нему, понять уже сложнее И вовсе невозможно понять зачем, например, приезжал домой к путешественнику, а не актеру Сундакову продюсер Голливуда Джон Дейли Имеющий в активе полтора десятка Аскаров и почти две сотни фильмов, среди которых такие как Терминатор, Взвод, Титаник Или почему такие звезды отечественного кинематографа, как Андрей Ростоцкий или Андрей Соколов, в своих телевизионных интервью сообщают о дружбе и каких-то таинственных совместных проектах с Сундаковым Почему ему посвящают стихи, песни и музыкальные композиции, отливают при жизни бронзовый бюст, называют его именем предметы экипировки и снаряжения и, кажется, даже пригласили на инаугурацию нового президента России Пригласить-то может, и пригласили Но Виталия никогда не встречали ни на одной элитной тусовке, не видели в ресторанах и клубах, не замечали на политических трибунах и престижных презентациях, хотя фамилия Сундакова, регулярно обнаруживается журналистами в списках приглашенных Зато 7 октября, в день рождения Виталия, на его дачу приезжают полторы сотни гостей Среди них ни одного специально приглашенного Приезжают лишь те, кто хотят Непременный дождь не в состоянии загасить горящие костры, факелы и фейверки, освещающие грубо сколоченные деревянные столы межвековых елей и сотню автомобилей припаркованных чуть ли не друг на друге И это уже напоминает не таинство, а народные гуляния Уж не сделать ли этот день государственным праздником? Пошутил как-то кто-то года два назад Легко, сказал Сундаков Но с одним условием, все вы должны будете за это проголосовать А сегодня все мы знаем, что у нового президента России, Владимира Путина, день рождения, 7 октября Так что тайны вокруг Сундакова роятся не на пустом месте Но он все реже встречается с представителями прессы, и лишь настойчивость отдельных журналистов эпизодически проливает скупой свет на его таинственные воежи Темы этнографии в интервью с ним вытесняются философией, наука, религией, всеядный авантюризм путешественника, расчетливой избирательностью маршрутов исследователя Он перестал читать свои популярные лекции даже в собственной школе, объясняя это охотой и завитком новых знаний С этой же целью и мы приглашаем вас в увлекательный мир путешествий, в волшебную страну приключений, где вашими спутниками будут риск и экзотика, древние знания и современные открытия Мы побываем с вами в джунглях Амазонии и в горах Ирианджей, в безжизненных пустынях и таинственных Гималаях, а главное, окунемся в удивительный мир нашего современника и соотечественника, в мир который вокруг нас, но внутри него нас почему-то нет Давайте вместе с автором этих слов все же заглянем внутрь этого мира Мира его реальности и наших фантазий Не бойтесь разочароваться Ведь у нас достойный проводник и веселый попучек, Виталий Сундаков Путешествие в путешествие Виктор Перегудов человек, путешественник по своей жизни, авантюрист в пределах своей судьбы Странная сила заставила Колумба, Магеллана, Ликингов и других пуститься в путь Странная сила выводит нас в детстве за околицу, откуда явственно виден край света Первое самостоятельное одиночное хождение за три автобусных остановки Трамвай детской мечты зовет их на другие континенты, приводит на полюса, в холод космоса, в жар пустынь Возникают судьбы Карта компас, парус, колесо, потом автомобиль, самолет, любимые символы человечества Земля слишком большая, чтоб увидеть ее из окна своего дома Поэтому мы посылаем в большой и странный мир наших послов, чтобы узнали подробнее они о нашей планете Казалось бы, о ней уже все известно Где какие живут люди, какие города стоят, где есть море, а где дыбятся горы Но послы, путешественники, привозят на острие карманного ножа пылинку дальних странствий Они сами видели чужие края, пили их воду, узнали горечь и сладость их хлеба или того, что считается там хлебом Они боялись тамошних зверей, засыпая в лесах, дивились тому, что люди везде одинаковые или везде разные Можешь считать, как тебе хочется, это и другое правда Путешествие, вершина образования Смысл путешествия громаден, и редко кем понимается до настоящей глубины Я думаю, не все путешествующие осознают сущностную важность этого Они очарованы объемом путешествия и деталями, между тем как истинное значение могут иметь лишь несколько чувств, а то и смутных ощущений Их возможно пережить исключительно в путешествии, они привносят в характер человека и в общий опыт человечества уникальный опыт Может быть путешествие, это способ прожить несколько жизней или, уж это совершенно точно, раздвинуть края собственной Путешествуем ли мы, покоряя пляжи Анталии А ведь когда-то пели Не нужен мне берег турецкий Нужен Если мы и путешественники, то относительные А есть путешественники абсолютные Среди которых есть авантюристы Первый из них, Виталий Сундаков Что-то отличает его от всех других путешественников Суперпрофессионализм, это нормально для их профессии, и дело не в этом Может быть, путешествие, это игра Однако возможно, да не обидится Сундаков Он просто остался по-детски любознательным, а мы стали по-взрослому пресноваты Я не знаю, но явственно чувствую в этой книге тайну Она есть, ее следует раскрыть Что-что не договорил автор, оставив за нами право понять это самостоятельно А может, зашифровал в словах Скажу, что Путешествие интимно, авантюра, дело секретное Мы же с вами сейчас будем читать личные дневники авантюриста Автор совершил еще одно путешествие, на этот раз в страну, где растут и вызревают книги Этот путь Виталию Сундакову был предопределен судьбой, как все его пути и профессии, как его удачи и ошибки Дело в том, что первыми писателями были путешественники Хотел этого путешественник или нет, надо было делать путевые записи, ибо не все повороты пути вмещала в себя память С другой стороны, всякий писатель, путешественник, и сложны, и прихотливы бывают его маршруты по карте жизни Смысл близости этих увлекательных занятий очевиден для посвященных и еще не посвященных Это книга, посвящение в путешествия Предварять книгу, все равно, что говорить, пристегните ремни Переверните эту страницу Вы ведь тоже авантюрист Профессия, ходить по о планете Если крестьяне и моряки были в прошлом лучшими рассказчиками, то ремесленники были их учителями В них сочетались знания, привезенные из дальних стран, с воспоминаниями о прошлом известными только местным жителям Истоки интереса к географии, несомненно, можно почерпнуть в устных рассказах Имена Геродота, Гомера Вергилия, Плутарха и других являются как бы символами определенных представлений о мире, а не только их собственными именами Уолтер Бенджамин На моем рабочем столе стоит магический шар И это не хрусталь, не полированный уголь и тем более не сплетение волокон световодов Это обыкновенный маленький глобус Я неподвижно смотрю на эту карманную планету И вот, память пройденного, увиденного, прочувствованного, превращается в ветер космоса И вот он уже вращает его, наполняет жизнью Коридоры, окна, двери, боги, люди, птицы, звери, джунгли, города, пустыни в прошлом, в будущем и ныне Тексты, музыка, предметы, вся история планеты Сколько тайн и приключений Судяк чувств и развлечений Выбирай любое время Открывай любую дверь Заходи, смотри и верь Путешествие длиною в жизнь Так называется одна прекрасная книга о прекрасном человеке Пожалуй, о единственном из всего мирового семейства шествующих людей, заслужившем своей судьбой и подвигом такого определения своей жизни Это книга Файнберг Л. А. М. 1980, о великом исследователе и путешественнике, гренландца Кнудера Смусеня, фактически спасем от вымирания целый народ Но помимо этого Пяток популярных книг о путешествиях, и досадная гибель в экспедиции от отравления тухлым мясом 20 лет тому назад Читая страницы путешествия длиною в жизнь, я впервые с полной очевидностью понял, какой значимой для всего мирового сообщества может стать своевременная деятельность одного Мужественного и целеустремленного путешественника К сожалению, безжалостный суд истории полон иллюстраций об иных, противоположных примерах, итоги взаимодействий первооткрывателей с чужеземцами и аборигенами Сколько раз в детстве, читая авантюрные романы Дикого Запада, я мечтал отправиться на помощь безжалостно истребляемым североамериканским индейцам Но силы и возможности, отпущенные на осуществление мечты, редко приходят вовремя Но не в случае с Кнудом Росмусеном Фрэнсис Бэкон, посвятивший свои научные устремления великому восстановлению наук, писал Я хотел бы призвать всех людей к тому, чтобы они помнили истинные цели науки, чтобы они не занимались ею ни ради своего духа, ни ради неких ученых споров, не ради того, чтобы пренебрегать остальными, не ради корысти и славы, не для неких иных низких умыслов, но ради того, чтобы имела от нее пользу и успех сама жизнь Сегодня Россия стремится вернуть утерянные позиции крупнейшей державы мира в экономике и политике, культуре и науке демонстрирует исконные вершины духовной жизни, а также восстанавливает традиции путешественников и первооткрывателей, издавна составлявших цвет и славу мировой науке Их же цели должны способствовать не только раскрытию загадок человечества, но и продвижению, а значит сохранению уникальных культур и самобытных народностей нашей планеты Спроси, я отвечу. Из журнала «Мои интервью». Корреспондент Анатолий Павленко-Кор Виталий, как вы относитесь к вопросам? Би, Си Я наполнен ими, труднее с поиском убедительных ответов Хорошо спрашиваешь, говорил Сократ, и это было высшей похвалой царя философов Вопрос, это главный инструмент исследователя Инструмент бывает примитивным, специальным, универсальным От качества инструмента зачастую зависит качество изготавливаемого с его помощью предмета Каков вопрос, таков ответ, говорит инородная мудрость С вопросов ребенка начинается его посвящение в жизнь От ответов самых близких людей зависит, какой станет эта жизнь Вопрос гораздо важнее ответа Вопрос, это перспектива и надежда, целеполагание и экзамен, рост и движение Вопрос жжет ступни ног, отправляя человека в дорогу и в путь И как только вопросы кончаются, кончается путь, рост, смысл, жизнь Кор Что ж, тогда перейдем к вопросам Главное действующее лицо нашего сегодняшнего разговора, профессиональный исследователь, Виталий Сундаков Вы готовы? Би, Си Я-то готов, а вот вам будет значительно труднее, чем мне, потому что я лишь буду отвечать на ваши вопросы, а вам предстоит выполнять труднейшую и ответственнейшую работу, спрашивать Блиц-анкета С диктофона Виталий, сколько стран вы посетили? Почему вы смеетесь? Прежде, повсюду путешественнику, землепроходцу, моряку люди повсюду задавали чаще других три вопроса Кто ты? Куда ты? И откуда ты? Самих же исследователей гнали в дорогу вопросы из Сирии где? Как? И почему? На последний десяток лет в России любимым стал вопрос сколько Принципиально не хочу на него отвечать, потому что слово сколько, самое спекулятивное и посему презираемое мною Тогда назовите ваш любимый вопрос Во имя чего? Я не рискую задать вам ваш любимый вопрос в Блиц-интервью, и поэтому, например, ваш любимый цвет Трава зеленая, небо синие, зубы белые, погремушки для детей, красные, а не наоборот А цвет одежды? А куда отправляемся? На дискотеку? На похороны? На свадьбу? В какой стране? В какое время суток, и в какое время года? Любимое блюдо? В детстве, любое приготовленное бабушкой, когда бабушки не стало, мамой, а последний десяток лет, женой Любимое место? В трамвае? На диване? В моей комнате? В городе детства? В Москве? В стране? В каких границах? В государственных? Я русский? Естественно, Россия? У вас в детстве было прозвище? И не одно? В Алма-Атинской школе, Сунда, с ударением на первом слоге? Во дворе? Гость? Ваш любимый напиток? Ваш любимый напиток? Уточняю, алкогольный, и в последнее время? С постановкой вопросов продвинулись. На прошлой неделе, в Швеции, мне понравилась медовуха. Ваш любимый тост? За любовь и тайну? Ваша любимая цифра? Ноль? Любимые цветы? Несрезанные? Что вас последний раз от души развеселило? Сюжет из популярной телепередачи, где забавно рассуждали про меня люди, с которыми я не знаком лично? А что огорчило? Разрушенный кем-то в парке муравейник? Что Сундакову хочется делать всегда? Учиться. А кого из своих учителей вы бы отметили как главных и лучших? Природу, одиночество стариков и детей? Ваши любимые книги? Библия и Атлас мира? Какие и от кого вы получили самые дорогие подарки в своей жизни? Жизнь, от мамы, судьбу, от Бога и взаимную любовь, от любимой женщины. А материальные? Я и назвал материальные. Тогда назовите духовные подарки. Их много. Это и сказки, рассказанные бабушкой, и труды авторов любимых книг, знакомство и дружба с удивительными людьми. У вас много друзей? Друзей много не бывает. Назовите, если не секрет, имена хотя бы двух-трех. Три лучше, чем два, если считаешь не испорченные зубы, а наличие настоящих друзей. Но имена без фамилий вашего любопытства не удовлетворят. Кто самый родной для вас человек? Естественно, мама. А какими наблюдениями от многочисленных встреч с большими людьми вы могли бы поделиться? Больших людей издалека лучше видно. При условии ограниченного выбора, каким деревом или растением вы предпочли бы родиться. Перекати поле о животном, птицей. Присуще ли вам чувство зависти? Безусловно. Я порою жутко завидую. Сам себе. А чем вы гордитесь незаслуженно? Отчасти всем. Кем, например? Сыновьями. А вы что, не принимаете участие в их воспитании? Вот именно, принимаю активное участие. Но каждый человек делает себя сам. Кто самый младший член вашей семьи? Двухлетний племянник Виталька Сундаков. Кем бы вы ему пожелали стать, когда он вырастет? Самим собой? Какие качества вы цените в мужчинах? Профессионализм. А в женщинах? Привлекательность. Что в достойных представительницах противоположного пола привлекает вас больше всего. Все то, что наиболее отличает их от достойных представителей мужского пола. Держите ли вы домашних животных? Я никого не держу, особенно в клетках, банках, ошейниках и даже в аквариумах. Но с нами всегда живут собаки и кошки. Как правило, они приходят сами. Существует ли у вас пока неосуществленная мечта из материальных? Свой дом на своей земле. Ваши любимые песни. Народные. Любимые произведения искусства. Все, что касается любого искусства вообще, как сферы духовной, эмоциональной, подвержено частному состоянию души, а посему считаю почти непредсказуемым. А что Сундаков может точно предсказать по поводу себя? Точно? Ничего. Диагноз. Я сегодня снова не в себе, а вернее сам не свой среди своих, этих двух, которые во мне дышат, спорят, любят и живут. Кто из них сейчас одержит верх в этот час досуга и утех? Кто из них откликнется быстрее в день, когда совсем не до потех? И опять дрожу как тетива, призывая их к единству и согласию, и кричу вовнутрь. Да будь хоть ты умней. Я тому из них, кто первым скажет. Здрасте. Я бессмертен и всесилен, если вы спиной к спине, беззащитен и противен, если в ссоре и вражде. Первый сноб и исполнитель, плюс высокий КПД чинит, учит, наставляет, регулярен и т. д. Он стабилен и надежен, предсказуем, осторожен, кладясь фраз и умных слов для беседы, для ослов. Аккуратен, педантичен, чуть занудлив, но практичен, в раз разложит все по полкам, вмиг порядок наведет. Про страховку не забудет, и напомнит, и разбудит, и обяжет, и заставит, и потребует отчет. Он обычен необычно, и приличен неприлично, и привычен непривычно, он ко всем и ко всему. Но второй. Ему в отличие, неприличен необычно, неприучен, неприручен ни к кому и ни к чему. Если с ним ты поведешься, не проснешься, не уснешь, не забудешь и не вспомнишь, не привыкнешь, не уйдешь. То поэт, а то повеса, то ребенок, то старик. Не приучен он к манерам, и в себе он не привык, он смеется, в кровь разбившись, плачет, слушая ручей, и об ходится повсюду без послов и толмачей. Он философ и бродяга, он пьянеет от дороги, ловелас и проходимец, он целует дамом ноги. Он уходит, не прощаясь, и приходит невзначай, безотказен этот парень лишь при вздохе выручай. Любит вязываться в драки, есть с ножа, а не с ножом, спать на твердом, пить из горсти и слоняться ногишом. Пахнет дымом и дорогое, дружит с ветром и зверьем, вечно путая понятия. Город, джунгли, лес и дом. Терпят этого друзья, тот другой в почете у коллег, общая у них двоих земля, дело, память, песни и пути, солнце, звезды, тело и душа, дом, могилы предков и враги, сын, удача, мама и судьба. Оно и главное, конечно ты. Свобода приходит на Огайо. Галина Дударова, я просто хочу рассказать о человеке, покорителе неизведанных миров и попытаться разведать неизведанные уголки его души. Зовут этого человека Виталием Сундаковым. Как научиться выживать среди дикарей? B, C. Надо поехать и пожить с ними. Кор. Человек приходит в этот мир обнаженном. Он беспомощен и жалок, его может погубить любой пустяк, любая случайность. Но проходит совсем немного времени, и он уже способен себя прокормить, защитить, обогреть. Он уже научился спасаться бегством или принимать бой с открытым забралом. Его все плотнее и плотнее окутывают различные покровы, он становится все менее доступен природе, стихии и свободному парению. Его опутывают сомнения, комплексы, пороки. Что же подвигает некоторых из нас преодолевать эти рамки и условности, разрывать тягостные путы общественной жизни и устремляться вперед в пространстве и времени? Однажды этого человека на фотографии спросили. Может ли выжить голый в пустыне? И человек ответил. Это абсурдно, хотя бы потому, что абсолютно голый в пустыне оказаться просто не может. Виталий Сундаков. Ему 37 лет, русский путешественник, философ, поэт. Мужчина в самом расцвете сил. Он живет на окраине Москвы с женой, сыновьями и собакой в небольшой, арендуемой квартире, увешанной трофеями, добытыми в дальних странствиях. Его жена, красивая загорелая женщина с белокурыми волосами. Ее манера двигаться по комнате, подавая столь уместные в эту жару прохладительные напитки, не прерывая течение беседы, умение присутствовать, не требуя к себе повышенного внимания, необыкновенно гармонирует с оживленностью, эмоциональностью мужа, который просит, чтобы она покинула помещение только тогда, когда собирается произнести в ее честь маленький, полный нежности спич. Наш рассказ проиллюстрирован не кадрами из фильмов Стивена Спилберга, а снимками из жизни этого удивительного человека. Он заставил свою жизнь изменить течение, населил ее персонажами из прочитанных в детстве книг, а себя сделал главным режиссером феерических постановок. Он рассказывает о себе охотно, очень чутко понимая, какого Виталия Сундакова собирается описать очередной журналист. Множество публикаций, великолепных фотографий приоткрывают тайну личности единственного в бывшем союзе профессионального путешественника. Мне очень хотелось понять, какой человек сидит передо мной, чем он дышит, почему он уезжает из этого уютного дома и оставляет красивую жену, друзей. Любое высказывание на этот счет может оказаться провокационным и неубедительным. Сам он говорит так. Я начинаю укладывать вещи и снаряжения, необходимые для путешествия, за два часа до выхода из дома, а волноваться по поводу своего возвращения домой только в лифте. При первом знакомстве с ним создается ощущение театральности и нарочитости всего увиденного и услышанного. Это впечатление подогревает обилие великолепных, почти рекламно сделанных слайдов, разложенных на столе с подсветкой. Фотографии на любой вкус, для любого издания. Но в течение разговора успеваешь определиться с выбором, начинаешь лучше понимать, каким же он показался тебе, суперменом, чудаком, героем или хитрым дельцом. Кстати, последнее, ни в коем случае не со знаком минус. Так или иначе, мне захотелось описать человека, который сейчас по праву оказался в центре внимания прессы и телевидения. Он путешествует по всему свету, а потом возвращается к себе домой. В этот момент он, по его же собственным словам, напоминает индейца, который, вернувшись из дальних странствий, рассказывает соплеменником о том, как много чудес он повидал. Но мы разучились реагировать непосредственно, мы не вскрикиваем от восторга и не бьем ладонями по бокам, выражая интерес и внимание. Мы стараемся трансформировать и переиначить эти рассказы. И у меня создалось впечатление, что Виталий уже привык оставлять самую соль рассказа для себя и своих близких. Только они, может быть, знают, как хороши закаты на далеком скалистом плато, как горячица конь, когда его пришпоривает умелый наездник, как сложен церемониал диалога с жителями джунглей. Женский вопрос. На вопрос о том, какие женщины ему нравятся, он отвечает спокойно и уверенно, русские. В смысле, российские. В них сохраняется особая женственность, мягкость, преданность. Виталий объехал почти весь мир, видел разных женщин, со знанием дела рассказывал об их красоте и грации, об их экзотичности. Он сказал, что аргентинские и венесуэльские женщины просто обворожительны. Что их пластика, их глаза и цвет кожи, их сияющие улыбки обольстительны. Там, в далеких странах, путника поджидает много соблазнов. Там живут сирены и нимфы. И все-таки предпочтение безоговорочно отдано русским. Я спросил его, что же такое красивая женщина. И он сказал, что красота – это что-то неуловимое, но бесспорное. Каноны женской красоты у многих народов издревле были обусловлены высшим смыслом и полезностью. Длинные ноги. Чтобы быстро бегать, длинные волосы. Чтобы укрыть ребенка от холода, широкие бедра. Чтобы легко родить большая грудь. В ней много молока. И так далее. Но красота – понятие еще и относительное. Я могу сказать, что это очень красивая индианка, но ведь ее не выпустишь на подиум. А что касается его личного вкуса, то поверьте, в его доме и в его жизни существует только одна бесспорно красивая женщина. Мне кажется, что не из далеких путешествий Сундаков вынес мнение, что выбирает не мужчина, а женщина. Он много лет провел в чисто мужской среде и, конечно, наслушался разговоров о женщинах. Сравнивая услышанное с личным опытом и переживаниями, Виталий сформулировал для себя некий постулат. Чего хочет женщина, того хочет Бог. Это беспощадное, изнеженное и вертлявое женское «хочу», страшная сила, двигатель прогресса, первопричина бедствия и великих побед. Этот величественный образ созревал в душе подростка, плавился в огне его страсти и, наконец, приобрел форму, которой уже не суждено было измениться. Это рыцарь, крестоносец, покоряющий дальние страны и посылающий своих пленников к далекой возлюбленной, чтобы рассказать о его доблести. Рыцарство в кроли, жизнь, которая блистательно оправдывает каждое произнесенное слово, поистине дорогого стоит такой романтизм. Среди множества аргументов в пользу его точки зрения мне запомнился такой. Ни одна женщина не позволит себе понравиться тому мужчине, который ее не интересует. В дальнейшем она может лицемерно отвергать его ухаживание, но факт остается фактом, тот, кого она сейчас так бесповоротно отвергает, на самом деле был завлечен и соблазнен ею. Зачем? Да просто так, ради каприза. А какие качества он больше всего ценит в женщине? На этот вопрос Виталий мог ответить только после того, как мы определили, о каком аспекте идет речь. Социальном, чувственном, эстетическом. Да нет, какие качества женщины, жены, невесты, подруги, подходят вам. Или, чтобы уж совсем уточнить, какова женщина, которая, по вашим словам, влечет вас вернуться домой. И он не ответил на этот вопрос. Он только сказал, что счастлив от того, что она выбрала его в мужья. Она, то есть жена, ждет его, не требует, чтобы он постоянно находился рядом, не сетует на жизнь. Когда мужчина устроен так, смешно пытаться убрать из его жизни хоть одну деталь. Это все равно, что поставить его перед выбором. Какой палец тебе не жаль отрезать. И надо очень любить человека, устроенного таким образом, и хорошо понимать, что быть рядом с живой легендой нелегко. Характер. Литалий, штучный экземпляр, его окружают интересные и известные люди, деятели различных областей. Недавно он побывал на Филиппинах у знаменитых хиллеров. В связи с этим я поинтересовалась, правда ли, что хиллеры неохотно берутся за лечение приезжих из СНГ. Объясняют они это нежелание тем, что русские, мол, недостаточно духовно подготовлены для операций. Виталий считает, что под недостаточной духовной подготовленностью они подразумевают простую бездуховность и беспардонность. А на сегодняшний день возможность посетить хиллера на Филиппинах могут очень немногие люди, имеющие хорошее финансовое положение. К сожалению, вместе с деньгами они привозят пренебрежительное отношение к таинствам этой медицины и склонность решать все на уровне короче, вот тебе деньги, а ты давай, работай. Это рождает естественный протест у лекарей Веры. Часто случается и такое, хиллер задает вопрос, на что жалуется пациент, а в ответ слышит. Ты врач, вот сам и смотри, что у меня болит. Но все дело в том, что хиллер призван избавлять человека от страданий, а не страховать его будущее. Короче, заболит тогда и приезжайте. На Филиппины отправилась и Тамара Глоба, с которой Виталия связывает дружба. Среди его круга общения, люди, которые действительно серьезно занимаются астрологией, оккультизмом, теологией. Виталий рассказывает, что друзья много раз пытались поделиться с ним предсказаниями на его счет. Но он отвергает эти попытки. Он сам знает, что его ждет, и не хочет, чтобы кто-то программировал его на другое будущее. Вообще Виталий не суеверен, но, тем не менее, не очень расположен делиться планами на будущее. КОМПЛЕКСЫ А вы хотите знать, из чего вырастают супермены и авантюристы? Оказывается, они в детстве бывают трусливыми, слабыми и стеснительными. Они, наверное, часто завидуют и много читают. Им представляются дальние страны. Наш герой — не исключение. В мечтах он видел себя ковбоем, полярником. Его окружает племя людоедов, но он умеет найти с ними общий язык. Он пробирается в джунглях, прорубая себе путь мачете, под широким лезвием которого гибнут насекомые и лианы. Он сражается с крокодилом, он смел и красив. Он умеет выбраться из любой ситуации и, конечно, любим самыми достойными и прекрасными женщинами. И вот оказалось, что мечты настолько прекраснее реальности, что другого выхода нет, или воплотить их в жизнь, или не жить совсем. Уже эта решительность говорит о том, что, несмотря на комплексы, Виталий с самого детства носил в себе вирус авантюризма и бесстрашия. Его природа такова, что к своим 37 годам он объездил весь мир и видел столько, сколько мы не успеем прочесть в приключенческих романах за всю жизнь. Наверное, его путь не был легким, хотя я не очень верю в то, что становление этой личности происходило мучительно. Виталий производит впечатление свободного и раскрепощенного человека, он спокоен и мягок. Говорит негромко. Много курит, но в экспедициях бросает совсем. По знаку зодиака, весы, а это знак воздуха, гармонии. Ему свойственно стремление ко всему прекрасному. И он полжизни пролел в погоне за видениями вечной красоты. Мне показалось, что иногда ему по старой привычке хочется доказывать свою правоту в долгом, утомительном споре. Он рассказывает, что когда-то давно стеснялся танцевать при людях. А когда научился и вышел на танцплощадку, равных ему не было, но это была трудная победа. Но те времена канули в лету, и к нему пришло привычное теперь спокойное состояние. Мягкость, вот, пожалуй, основное впечатление, которое